Петр Елынок Петр Елынок На самом деле, всякий раз, это очень серьезный конкурс. Мы подаем сначала заявку, потом сам проект. Специальная комиссия в Евросоюзе выносит свое решение. И если решение положительно, то мы получаем этот грант. Вы видите, что в 2002 году наводнение здесь, в 100 километрах от Праги, было такое, что река Отава, левый приток Лутавы покрыла водой все дома с крышами. А из воды торчал только вот этот крест. Город основан в 1254 году. Своим названием обязан прибрежным пескам, принесшим ему славу в средние века, потому что в них находили золото. В Писоке многие чехи предпочитают жить и каждый день ездить на работу в Прагу. Одна из достопримечательностей города – каменный мост через Отаву, построенный в 2063-65 годах. Это старейший в Чехии каменный мост и один из трех самых старых каменных мостов в Европе. А благодаря таким вот историческим эксклюзивам, содержащимся в отличном состоянии, Писоке получает европейские инвестиции. Бюджет Чехии в Евросоюзе уже заложен с 2007 по 2013 год. И это составляет сумму 760 миллиардов крон. И существует 24 операционных программы, по которым поступают гранты. Но город Писок может участвовать только в некоторых из них. Что вы считаете своим инвестиционным достижением? Самым большим своим инвестиционным успехом мы считаем инвестиции по перепрофилированию здания, в котором многие годы в средние века варили солод, используемый в пивоварении. Теперь это центр детской иллюстрации. Сейчас в бывшей солодоварне уникальный интерактивный центр, где дети могут учиться рисовать, думать, смотреть кино и просто раздекаться. Кроме того, здесь проводятся выставки современных художников, скульпторов и фотохудожников из Евросоюза. А поскольку пиво в Чехии варят везде, то вполне естественно, этот проект стал образцово-показательным. Радек Пилар, директор центра, говорит, что создать этот современнейший выставочный зал помог также малый и средний бизнес. Этот проект проходил по программе Евросоюза под названием «Регенерация территории». То есть вот под такие оригинальные проекты Евросоюз действительно охотно дает деньги. Сегодня в центре также выставляются работы 57 чешских иллюстраторов детской книги. А в видеотеке фильмы практически о каждом детском художнике. Половина здания еще ждет своей реставрации, и для нее нужно 100 миллионов чешских крон. Радек надеется, что он найдет эти деньги. Кроме того, за деньги Евросоюза провели реконструкцию в центре города всей променадной части, включая старейший в Чехии каменный мост. Этот проект стоил 200 миллиардов крон и был реализован за два года. На эти же деньги была отремонтирована и центральная площадь. Понятно, что прежде чем получить деньги из Евросоюза, нужно заплатить членские взносы. Размер определяется уровнем зажиточности страны и численностью ее населения. Да, сегодня Чехия получает из Евросоюза больше, чем дает. Но это потому, что наша страна – новый член сообщества. И в 2014 году ситуация, скорее всего, изменится, после того, как мы будем причислены к разряду богатых стран. Ну а если город не получит новые инвестиционные деньги из Евросоюза в будущем году, то ему все равно есть за счет чего жить. Туристов, в том числе из Европы, становится больше и растет качество сервиса. Теперь городу нельзя расслабляться. ЕС – это не оранжерея. Евроинтеграция – это постоянная борьба за туристические ниши. В Чехии отличные дороги. Можно смело арендовать машину и отправляться, куда хочешь. Это будет удобнее и дешевле, чем нанимать экскурсионный автобус. Поедем в обожаемый туристами Чешский Крумлов, что на юге страны, недалеко от границы с Австрией. Чешский Крумлов – город, который был отреставрирован благодаря тому, что власти решили передать ему настоящий туристический шарм. Это все произошло очень быстро, за каких-то 10 лет. Цыганам, проживавшим в центре города, просто предложили продавать свои колупы в муниципальную собственность. Потом эти дома перепродавались, разумеется, за другие деньги богатым собственникам, которые обязались реставрировать центр согласно единому плану и проекту. И так возник город-сказка, куда люди приезжают только для того, чтобы погулять по улицам. А ЮНЕСКО объявило этот город своим наследием. Вот чего можно добиться в короткий срок при единой воле и грамотном архитекторе. В Чешский Крумлов, который находится недалеко от австрийской границы, пришли в том числе и австрийские инвестиции. Австрийцы, как, впрочем, и сами чехи, любят проводить здесь выходные. Недорого, во всяком случае дешевле, чем в Австрии. А поскольку Чехия после революции 1989 года возвращала своим аристократам их семейную собственность, земли и замки, то сегодня, например, в недавнем прошлом один из министов правительства Чехии, Кайл Шварценберг, открывает свои замки для музейного посещения и даже позволяет проводить в некоторых из них свадьбы. Например, в этом, 16 века, недалеко от городка глубоко над Волтавою. Эту местность называют Чешской Сибирью, поскольку здесь действительно всегда холоднее, чем где-нибудь еще. Кстати, аренда замка для свадьбы не такая уж большая – 10 тысяч крон или 5 тысяч гривен. Впрочем, чтобы скромно прожить студенту в Праге, с учетом трат на аренду квартиры, нужно тоже примерно 7 тысяч гривен. Правда, при этом в бюджете есть мясо вы будете не каждый день. Кстати, как Евро интегрируется в Чехии иностранцы? Дарья Маваторова из Улан-Удэ, из Бурятии, получает в Чехии второе высшее образование. Проблемы интеграции для меня не было. У меня уже от самого начала появились какие-то чешские друзья совершенно случайно. Я начала с ними общаться, они познакомили меня с другими людьми. И таким образом это было очень органично, без проблем. И ощущения чужого дома, не своего, у меня в Чехии никогда не было. Дарима в Чехии бесплатно получает второе высшее. Учится в самом престижном вузе страны – в Карловом университете в Праге. Родители – обычные врачи. Шанс учиться бесплатно и даже во второй раз в Чехии имеет любой человек. Иностранец тоже. Любой, кто знает чешский язык. Кстати, только 11% населения Чехии имеют высшее образование. И здесь не считается зазорным, если ты высшего не имеешь, но зато хороший строитель или парикмахер. Правда, и конкурс в Карлов университет огромный. Например, в этом году на политологию поступали 4000 человек, а взяли только 300. Когда они вступили в 2004 году в Европейский Союз, это был для них какой-то шаг возвращения в лоно Европы. Потому что вы знаете, что Чехия – это одна из самых богатых стран восточного блока, скажем так, бывшего, который относился к Советскому Союзу. И когда их приняли обратно в Европу, для них это значило очень много. И теперь, когда президент Чехии Вацлав Клаус, видимо, в преддверии 20-летия революции, подписал Виссабонское соглашение, Чехов тем более не будут называть европессимистами. В принципе, институт президентства уже от времени Тамаши Гарика Масарика, еще с первой Чешской республики, от 1918 до 1938 года, институт президентства очень уважаемый. Что скажет президент, это очень важно для чешского общества, хотя премьер-министр, у него больше полномочий и функций, скажем так. Кстати, многие чехи подчеркивают, они не считают себя жителями Восточной Европы, а на университетских кафедрах утверждают, что линия Восточной Европы проходит аж через Киев. Скажи, пожалуйста, вот украинцы, они занимают главенствующее может положение в общем количестве мигрантов сюда, как они себя чувствуют? Я сталкивалась со студентами из Украины, у них есть свои стипендии, которые они получают от правительства Чешской республики. Я общалась с рабочими из Украины, которые работают для того, чтобы накопить себе на дом, особенно очень много людей из западной Украины. Но если вы захотите устроиться в Чехии на работу, то знайте, что работодатель возьмет на работу скорее чеха, чем украинца. Для того, чтобы оформить украинца, ему нужно не только объяснить особые мотивы, но и заплатить государству дополнительные деньги. То есть вы должны быть особо нужным специалистом. Со всей остальной Чехии, говорит Дарина, сложнее, но в Праге умереть от голода нереально. Работа всегда найдется, например, в том же самом Макдональдсе. Вот люди, что постарше, скажем, где-то им 40 лет, 35, они мечтают вернуться домой. Они очень хотят вернуться домой. Они говорят, вот мы накопим на дом, вот мы накопим на образование детей и поедем домой, и будем там у себя в деревне или в маленьком городке. А вот у молодежи, та, что учится в университете, у нее, конечно, другие планы. Мария Молчан из Иркутска получила в Чехии два высших образования. Оба бесплатно. И сейчас учатся в аспирантуре. Я считаю, что пробиться здесь, в этой среде, не так уж и сложно. Рабочих мест здесь достаточно. Вообще, если говорить о, как раз, в отличие русских от украинцев и молдаван, восприятие чехов, то они все равно, русских они, скорее, воспринимают как бизнесменов, которые приезжают сюда с деньгами, с большими деньгами. И чаще всего это люди образованные, и ведут они себя соответствующим образом. А украинцы, например, они, к сожалению, ассоциируются с грубой рабочей силой, которая работает на стройках. Мне чрезвычайно жаль, что именно такое сложилось мнение, потому что здесь целый ряд очень образованных украинцев работает. У меня много друзей работают в Академии наук Чешской республики. Они все из Украины. В основном это Харьков, потом из Сумской области кто-то. Это замечательные люди, очень образованные, и, в общем, по сути, они именно и делают существенный вклад в развитие именно чешской науки, потому что все патенты, все вот эти, все изобретения, они все равно будут, так скажем, навсегда являться, всегда являться собственностью и достижением Чешской Академии наук. Бесплатное высшее образование на Чешском – великая государственная привилегия. Это не наимно-работа, здесь не играет никакой роли твое гражданство. Если хочешь учиться и достоин, то будешь. Коммерческие вузы в Чехии совершенно непрестижны. Там учатся в основном работающие люди и те, кто получает второе высшее. Скоро будет введен закон о том, что образование будет повсеместно платным. В общем-то, я сказала бы, что это некоторое веяние Евросоюза, и оно, я считаю, тоже оправдано, поскольку человек должен чувствовать, что образование, которое он получает, что это имеет какую-то ценность, а если он все это получает бесплатно, так скажем, и не чувствует, что потом ему придется этот долг возвращать в какой-то форме, он и относится к этому с некоторой легкостью. Сейчас Мария защищает диссертацию в Карловом университете и говорит, что в России это было бы для нее очень дорого, а в Украине вообще невозможно. Я ничего не плачу за учебу в аспирантуре. Более того, я даже получаю стипендию. У нас еще есть возможность получать какие-то средства из грантов, выделяемых как раз на какие-то научные разработки. Как правило, эти гранты получают преподаватели, но если, предположим, этот преподаватель является моим научным руководителем, и я ему помогаю в продвижении этого гранта, естественно, я имею полное право на какой-то процент от этого гранта. В Чехии не принято устраиваться на работу нелегально, потому что в таком случае у вас нет медицинской страховки и нет социальных гарантий. И если вас на этом поймают, то попросят из страны. Кстати, многих украинцев и просят сейчас. Просто не продлевают визы в связи с экономическим кризисом, особенно тех, кто без высшего образования. Большое сокращение и, таким образом, возвращение домой будет этой осенью. В этом маленьком чешском театре под названием «На перилах» шли многие пьесы Вацлава Гавала. И журналисты, которые пришли на пресс-конференцию по поводу 20-летия Чешской революции, по-прежнему называли его «Господин президент». На эту пресс-конференцию экс-президент пришел в тех самых штанах, что был 17 ноября 1989 года, когда студенты вышли на улицу и потребовали свержения коммунистического режима. Его сторонники, сидящие рядом, не могли похвалиться тем же самым, потому что стали на несколько размеров больше. Вацлав Гавал, он по профессии, он просто писатель и театром занимается. Ну, просто ситуация была такая, что это был он, кто, как бы, типа, вышел и начал быть, как бы, гражданский активный. Он был каким-то таким натуральным авторитетом, и он умел сам немножко над собой посмеяться. И, в принципе, он никогда себя не ставил на какой-то высший уровень, чем остальные граждане, граждане Чешской республики. Он сам себя всегда считал, что он именно президент нас всех, чехов. И, в принципе, я думаю, что тоже очень важно, что с ним не связаны почти никаких таких больших политических афер. И он всегда старался каким-то образом выступать именно как такой человек, с которым должны все договориться. То есть он всегда предлагал какой-то такой очень спокойный компромисс для всех. И поэтому экс-президент Чехии Вацлав Гавал, четыре срока от бывшего президента, сегодня без преувеличения духовной лидер нации, в какой-то степени ее духовный отец. Это исключительный человек, и он исключительно популярный. За что его критикуют те, кто не любит? За что? Типа, что он такой гуманист, что он, типа, всех хочет любить, критикирует за что? За то, что у него нет приоритета, типа, поддержка бизнеса или экономика. Но это, в принципе, так, это критика, что он очень ангажируется в таких миротворческих процессах. В принципе, за это дело или за эту активность, за которую его очень много людей любят, то некоторые люди считают, что это неправильно. Он остался человеком. Он не поменялся в какого-то такого политика крутого. А именно он остался просто вот Вацлавом Гавелом, таким, каким он был всегда. Ну что, можно сказать, счастливая страна, где молодые люди с таким уважением и даже восхищением говорят об экс-президенте. Они провели эту пресс-конференцию в честь 20-летия Вильветовой чешской революции 17 ноября 1989 года и 20-летия падения железного занавеса Берлинской стены. Вацлав Гавел и его ближайшие сторонники со времен Вильветовой революции Юрий Кризон, Александр Вондро, Михаил Зантовский. Конечно, журналисты поинтересовались, что думают авторы Вильветовой революции о своей главной ошибке прошедших 20 лет. Они ответили, что свои главные неудачи считают распадчик Словакии. С другой стороны, они начинали 20 лет назад одновременно с нашим, украинским рухом. Но они, в отличие от украинских демократов, смогли сделать дело демократического развития и экономического процветания родной страны общей национальной идеей. Как ему удалось прожить 4 президентских срока без поддержки бизнеса? Он поддерживал бизнес. Я говорю, что не ставил бизнес как приоритет. Потому что приоритет... Вацлав говорил, что давайте, конечно, будем заниматься бизнесом. Вот есть демокрация, есть капиталистический бизнес. Все нормально. Но это должно быть в рамках какой-нибудь муравности. А вообще нас в Чихию пригласили очень динамичные молодые ребята. Организация «Человек в беде», которая 12 лет работает со своими благотворительными программами по всему миру и распространяет демократические ценности и образовательные проекты. Благодаря ей мы получили возможность посмотреть на Чихию через 5 лет после вступления в Евросоюз. Большинство людей сейчас просто недовольны из чисто прагматических вещей, как, например, что нам не надо визы, нам не надо паспорта. Бизнесмены, им просто лучше заниматься бизнесом, у них есть возможность разных поддержек. Люди уже не боятся. Ничего не боятся. И понимают, что они достойны чего-то лучшего. Вот такое понятие, что я человек, и мне никто не будет приказывать, что я обязан делать и что нет. Чехия как народ, я думаю, они больше гордятся тем, что они чехами, и они гордятся тем, что Чешская Республика вступила в Евросоюз, что мы членами НАТО. Большинство моих друзей очень рады, что мы являемся сейчас членами Евросоюза. Для меня лично это возможность, конечно, путешествовать, учиться, работать за границей. Вообще, мне кажется, что мое поколение чувствует себя дома, в любом месте в Евросоюзе. Не надо выбирать, где я хочу жить в рамках Чехии, но можно выбирать в рамках целой Европы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!